Всем привет, дорогие друзья! У нас новая неделя, ну и, соответственно, в выпуске Коменшоу новый гость. И это продолжение нашей истории, давай скажем так, потому что на прошлой неделе мы говорили с футбольными и спортивными юристами, и вам понравилось. И все понимают, что новые реалии в нашей жизни, и футбол они охватывают, разумеется, со всех сторон. Поэтому сегодня Вадим Шпинев пришел к нам, человек, который очень много делает для нашего футбола. Да, известно, Вадим, Вадим, добрый день. Известный агент, у него клиенты и в России, и в Европе, Алексей Миранчук в частности. Ну и любопытно посмотрю на ситуацию, как вообще наш футбол изменился, и вообще, что будет летом. Потому что, ну вот лично я, как человек, который ждет каждый раз лето, потому что куча переходов, трансферов и так далее, я не понимаю, как в этом году лето будет складываться для российского футбола и для рынка. Помогите понять Нобелю. Надеемся, что, ну как минимум, все будет на том уровне, который есть сейчас. А какие планы вы, собственно, рассматриваете? План А, план Б? План А, план Б? Ну, наверное, план Б стоит рассматривать коллегам моим, кто ориентирован на европейские рынки и на приход футболистов в РПЛ. Ну и ФНЛ, соответственно. Наши клиенты – это ребята, россияне. Это молодежь, в первую очередь, которым расти и для которых в данной ситуации открывается больше возможностей. И они должны быть востребованы, потому что с прекрасным образованием и с хорошими данными. Смотрите, Вадим, тут все сейчас говорят, уедут легионеры. Да, там плюс-минус кто-то останется, но многие считают, что из тех, кто уехал, даже многие не вернутся. Но практически не говорят о том, что кто-то из российских игроков может уехать. Вообще реально в данной ситуации и в том, что происходит и будет происходить, что кто-то может уехать. И когда появляются в лентах новостей новости, этим игроком интересуется кто-то в Испании, этим кто-то в Италии. Кость, давай просто чуть по-другому точно добавим, потому что ты говоришь, Вадим, про молодых футболистов. У Биа есть клиенты в самом расцвете сил. Рифаджи Малединов, Георгий Джики, Антон Миранчук. Эти ребята, они уже звезды РПЛ, по большому счету. Следующий шаг, они вроде должны зажигать в Европе, как минимум в Еврокубках, но и желательно переезжать туда. Как с этим быть? В данный момент у меня складывается четкое впечатление и понимание того, что наших футболистов, мягко говоря, никто не ждет Европы. Я понимаю, что ситуация усугубилась, но смотрите, допустим, если мы рассматриваем вариант отъезда большого количества легионеров из РПЛ, а кто будет играть? То есть вот вы как агент понимаете, что у вас, словом говоря, лето может стать, не знаю, на 50 клиентов больше. Хорошо. Давайте по клубам. Зенит, Санкт-Петербург. Кто уедет, легионер? Никто не уедет. Малков не поедет? Я думаю, нет. Если они будут понимать, что как минимум сезон неопределенности и Еврокубков не будет, то, наверное, они будут рассматривать какие-то возможные варианты с отъездом, либо временным отъездом. Может, будут пытаться трудоустраиваться, но на самом деле сейчас у всех футболистов действующий контракт. И нужно необходимо такое, чтобы ФИФА, УЕФА приняло какие-то жесточайшие меры по поводу расторжения, возможности расторжения. Клубы будут нести колоссальный убыток. Сто процентов Зенит будет стараться сохранить всех своих футболистов. Потому что надо стараться планировать и смотреть на вещи стратегические, чуть забегая вперед. Сейчас-то распустишь всех футболистов, а бан этот может быть снят в любой момент, условно, в течение этого. Ну, к Новому году, допустим. И будет понятно, что это будет так, что выступать можно, выступать нужно и выступать достойно. Но стратегически вы можете посмотреть на эту ситуацию? Могут ли легионеры не вернуться сюда? Те, кто уехал уже? Да. Думаю, что меньше процентов, меньше половин. Вернутся? Могут, да. Меньше процентов? Да. Это время возможностей, получается, для агентов, которые работают с российскими игроками? Парни, я не раз повторяю еще раз. Я ориентирован на внутренний рынок. Я не участвую в сделках фразовых. Я не участвую в сделках по приходу футболистов из-за рубежа. Кость, ну вот я говорю, для вас эта возможность сейчас... Для меня эта возможность ровно такая же, которая была до этого и год назад, и полгода назад. Нет, просто вы же теперь понимаете, что условно Алексею... Финансовые условия, экономические, они сжимаются. Все идет на ужин. Я не понимаю, какие возможности, Кость. Наоборот, мне кажется, ситуация такая, что условно раньше любой российский игрок, он, в принципе, имел довольно понятный рынок российский. То есть клубы, 5-6 больших клубов, богатых и так далее. Сейчас, насколько я понимаю, я думаю, что Вадим, наверное, может подтвердить, что многие клубы просто будут сжимать, сокращать бюджеты. Я не верю, что... Сжимание бюджетов, и, соответственно, немножко адекватно становится лига с точки зрения зарплат. Будет так? Несомненно. К теме того, кто будет играть. Потому что, допустим, не возвращаются легионеры, которые уже уехали. Новых тоже привезти тяжело. Соответственно, повышается спрос еще больше на российских футболистов. То есть, условно говоря, если вдруг там из «Зенита» уезжают к «Клаудине», «Малком» и так далее, им нужен условный «Миранчук», чтобы хоть кто-то играл, и команда превосходила по подбору игроков другие клубы нашего чемпионата. То есть для вас, как для человека, который работает исключительно с российским рынком, ситуация получается хорошая. Я не говорю, что для меня ситуация плохая. Я никогда этого не говорю. А как вы находите клиентов? Как мы находим клиентов? Основной наш принцип – это футболист своей игрой и своей востребованностью как раз привлекает потенциальных работодателей. То есть бывает такое, что игрок премьер-лиги еще не имеет агента? Ну, так, чтобы игрок премьер-лиги не имел агента, я не знаю таких примеров. То есть вы находитесь в 15-летнем возрасте? Да, в 15-летнем. Сейчас регламент четко по работе посредника регламентирует вот эти все вещи, да. И нельзя подписывать футболиста в 15 лет. Подождите, совсем недавно РФС, чтобы получить лицензию, вводили немалую сумму – 10 миллионов рублей, да, чтобы получить эту лицензию. И сейчас это отменили. И, насколько я понимаю, агенты, чтобы получить лицензию, должны задавать экзамен. Да. Что за экзамен? Два раза в год, май и январь. Два раза в год? Два раза в год, да. Есть такая возможность. Нужно подать определенный перечень документов, заплатить взнос, так называемый, аккредитационный на весь период, в размере, по-моему, 50 тысяч рублей на счет РФС, получить одобрение от комиссии по работе с посредниками, так называемые, и участвовать в экзаменах. А что с собой подразумевает экзамен? Что там происходит? Экзамен подразумевает как раз 21 вопрос. Регламент ФИФА, УЕФА, регламент деятельности посредника, трудовой кодекс. Вопросы могут быть какие угодно. И каждый раз в полгода эти вопросы меняются. Должен ответить на максимальное количество вопросов, и комиссия принимает решение, достоин лицензии. Потому что прошел-то аттестацию. А вы знаете случай, чтобы кто-то не сдал этот экзамен? Говорят, бывало такое. Мне сложно по именам, я не знаю. Потому что желающих получить эту лицензию очень много. Мне кажется, мы вернулись в тему, которую, мне кажется, очень важно Рома поднял. Вопрос футболистов. У тебя много молодых футболистов. Ты знаешь рынок игроков там 17, 18, 19 лет. Уезжают легионеры. Возможно, еще больше их ходят летом. У нас уровень моментально упадет прямо в пропасть. Вот среди 18-летних игроков, 19-летних. Какой вообще сейчас уровень качества игроков? Что будет с РПЛ в следующем году? Я понял. Мобиль, давай отбросим немножко бизнес-составляющие, интересы мои, моих клиентов. Просто отбрасываем в сторону. Я думаю, это будет некий переходный этап, который в итоге сложится в плюс российскому футболу. Да, может быть, год, два, три мы будем где-то находиться. Но те молодые ребята, которые получат шанс, они будут расти. Они все равно будут тянуться к лучшему. И вот эта конкурентность, хоть и говорят, играет лучше. На поле выходят 10 полевых вратарь, максимально лучше. Даже из 25 тех футболистов, которые находятся в заявке, все равно будут играть лучше. И у ребят будет гораздо больше шансов проявить себя, набраться опыта и сделать большой шаг. То есть вы не считаете, что уровень с отъездом качественных легионеров, уровень российского чемпионата падает? И вы говорите о том, что адекватная будет ситуация у нас с зарплатами. Это скорее всего, потому что бюджеты будут ужиматься. Но с точки зрения мастерства вы говорите о том, что молодые будут развиваться, но им не за кем будут тянуться. Не уедут все легионеры. Даже имея одного от двух футболистов в составе команды с опытом. Даже условно берем футбольный клуб «Урал». Вот взять футбольный клуб «Урал». Ну, Эрик Бигфалфи. Ну, это классный футболист. И находясь рядом с ним, да, так же, да. Мы уверены в этом? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да, и не будем. Ну, просто тогда для наших молодых футболистов он давно здесь. Ориентиром станет Бигфалфи. Да, в своем клубе. В своем клубе там, потому что постоянно тренировочный процесс проходит. Да, понимаешь? Постоянное место. Я как раз это прекрасно понимаю. Просто потому что, когда ты тренируешься с Клаудиньем, Малкомом, Юрием Альбертом и Бариусом, ты будешь очень сильно расти. А если тренируешься с четырьмя российскими игроками и Бигфалфи, ты дорастешь, ну, до уровня несколько ниже. Ты будешь играть постоянно, безусловно. У тебя будет постоянно игровая практика, но вопрос уровня. Вы не услышали самое главное в моей предыдущей речи. Потому что они не верят? Уровень чемпионата просядет. Но он будет, вот это будет именно переходный момент. Будут минусы, да? Когда качество может резко упасть, это будет видно на определенном этапе времени. Но в течение двух-трех лет он все равно будет подниматься. Это ваш прогноз. А может ли быть обратная ситуация, план Б, что уровень не будет подниматься, а будет стагнация? Или даже ухудшение. Или даже ухудшение. Потому что вы мыслите позитивно, что вот эти молодые ребята, им дадут шанс, они себя начнут проявлять. Поэтому я спросил, уровень игроков какой вообще у молодых? Вот есть такие ребята, которые похожи условно на Мирончуков, например, да? Или Жамалединова, 18-19 лет. Я не знаю, есть такие сейчас вот среди ваших клиентов? Нет, они есть, эти ребята. Просто как раз у них нет возможности. Ну ладно, ну смотрите, Захарян тоже мальчик, но он играет, потому что он крутой. Ну нет возможности, да. Потому что вовремя, в свое время, он попал в эту обойму, в тренерский штаб, да? Он менялся, руководство на руководство видит, руководство создает, да, эту линию, и парня развивает. Пришел немецкий специалист, тоже самое все это увидел. Вадим, тут я с вами бы поспорил, потому что вот смотришь на огромное количество этих молодых ребят, которые выстреливают, кто-то не выстреливает. Тем не менее, им дают шанс, потом они оказываются там в других командах премьер-лиги или вообще уезжают в ФНЛ, кто-то там, я не знаю, в медийный футбол даже может быть решится уйти. Но сколько было таких примеров, да? Огромное количество. Вот если мы говорим там про воспитание игроков в академиях, то, например, в «Зените» мы своих практически не видим. Вот они дают шанс, опа, они дальше поехали. Сазонов уехал, Мусаев уехал. Но, как мы видим на уровне премьер-лиги, потом давая им шанс, они качеством-то не выросли, при том, что тренировались вот с теми самыми звездами. Ташаев, помните? Такая звезда была. В «Динамо» шикарный сезон, оказался в «Спартаке». Сейчас где он? В «Ротаре», если не ошибаюсь. Не ошибаюсь. А был же еще, помнишь, раньше мальчик тоже в «Динамо» играл, в «Зенит» ушел. Вот вы говорите... Очень ярко начал. Мне кажется... Вот вы просто говорите про то, что не дают шанс. Вадим имеет то, что, в принципе, эти игроки получат, так как не будет конкуренции, по сути, с европейцами, они просто будут играть и могут себя реализовать. Так вот, видишь, Вадим говорит, что через два года они выйдут на определенный уровень. Они наберутся опыта, они обобьются. И процесс роста будет. Он не обязательно может быть, да, график кривой может быть вот такой, вертикальный, но он будет. То, что мальчик попадает со второй лиги, там, да, с молодежной командой, в основную команду, и период адаптации, это, там, полгода, три месяца, да, там, парень ходит, он условно трясется, он приходит на тренировку, да, рядом с ним сидит, да, как ты говоришь, малком. И он просто дискомфортно себя чувствует даже в той же раздевалке, просто не говоря уже, там, о том, что выйти на поле и показать какой-то, там, хотя бы даже свой уровень. Для этого нужно время. Вот, например, Сильянов, да, появляется, насколько вот помню, как сейчас в дерби со Спартаком. Выходит в основном в составе, все в восторге, вау, локомотив воспитал какого классного парня. Сейчас где мы видим Сильянова? Он феорит в Ростове, играет на трех позициях. Вот в том-то и дело. Почему локомотив его ведет, локомотив дает ему шанс, он выходит, потом Сильянова мы видим в Ростове? Почему в локомотиве берут, условно, Текнизяна, берут Нинахова, а Сильянова отдают куда-то на сторону? Понимаешь, ты мне не задавай вопросы, которые связаны с видением господина Гездоля, либо Томаса, да, либо Владимира Леонченко. Ну, я не могу ответить, потому что я – это я. Я могу ответить за себя. Я не понимаю, почему, да. Ну, мне было сказано, нам было сказано, с футболистом проведена беседа, что касается Сильянова, перед уходом в аренду. Саша, мы на тебя рассчитываем, но у тебя будет минимальное количество игровой практики, потому что мы считаем, что, да, футболистом, условно, Нинахов, Дима Живоглядов, да, если брать позицию флангового, правого защитника, они… тренер видит в них больше и лучше. Всё. То есть это видение тренера. За них не можете говорить, но за себя вы сказали, что по поводу ухода Гездоля так поступают подонки. Да, ну, может быть, это жёстко и грубо, но… Ну, это было, Вадим. Это так, это было, и я не отказывался в свои слова. Простите, пожалуйста, да, почему так резко и почему так считаете? Самое главное, то есть принять решение ухода может любой человек, и он на это имеет право, да, это его жизнь, его судьба. Вся дилемма заключалась в форме, как он это сделал. То есть, насколько я понимаю, команда находилась в раздевалке, тренер находились в тренерской, никто не знал, что человек уже в самолёте лить домой, никто не сказал «до свидания», не пришёл в раздевалку к парням и сказал «парни, в такой сложной ситуации я принимаю для себя такое-такое решение, спасибо вам за этот участок». Сюда же не попрощались ни с кем? Абсолютно, ни с кем, мало того, и с руководством, и со всеми. То есть для руководства, это для людей, кто приводил Гиздаль, это было вообще открытием, откровением, я так понимаю, что позвонил Агенту. Нет, приводил-то Рагнику тоже не здесь, поэтому. Поэтому я сказал, что так поступают подонки. Ты имеешь право на любой поступок. Пожалуйста, объяснись хотя бы с людьми, с которыми ты делил горечи и радовался вот этим победам. Ты провёл небольшой, но отрезок работы. Мы можем высказывать своё мнение по тому или другому вопросу, по развитию того или иного клуба. Но чтобы принимать решение в этом клубе, чтобы говорить, это правильно или неправильно, наверное, нужно как минимум его купить или стать акционером. Да? Соучредителем, совладельцем, единоличным владельцем. И тогда вот купи клуб и делай всё, что хочешь. Приглашай тренера, концепцию разрабатывай, любую. Хорошо, Вадим. Я не понимаю, что происходит. Для меня это не совсем понятно. Вопрос такой. Сейчас уже конец апреля, и обычно за месяц до кончания чемпионата уже куча разговоров, кто куда переходит, какая стоимость игрока, продление контракта, непродление. Вадим, давай откровенно. Сколько сейчас актуальных разговоров лично у тебя по клиентам на лето? Есть еще такие, кто... Условно, «Зенит» хочет вашего клиента, например. Или «Спартак» хочет. Или кто-то... То есть какие-то есть разговоры? Как-то рынок живет, он оживает? Ну, вопрос хороший, но в первую очередь, да, есть некие наработки по тем ребятам, у кого заканчивается, подходит к концу, да, трудовой договор. Их немного. И по переходам возможным. То есть рынок жив? Рынок жив, каждый клуб планирует, как мы говорим, да, план А или план Б, но все все-таки больше ожидания концовки финала вот этой развязки. Как поведут себя? Как она повлияет? Мне кажется, я говорил тут в «Коммент-ньюс», что, на мой взгляд, спортивный принцип, я извиняюсь за это слово, чуть потерян сейчас в чемпионате России. Видно, насколько, насколько нарушен спортивный принцип в РПЛ. Учитывая, да, то, что ехали, не приехали, ноги добирались, ну, в общем, из-за ситуации, которая происходит, разве результат влияет на то, что будут делать клубы летом, или все же их финансовое положение, их положение акционеров, да, там, условно, в «Спартаке», например, да, или в РЖД, в «Динамо», в «АТБ», это разве не важнее, чем кто будет первым или вторым чемпионате России? Мне кажется, учитывая ситуацию, это намного актуальнее. То есть, как «Локомотив» планирует жить, учитывая, то есть, РЖД оставляет бюджет 5 миллиардов, или сколько там было, не знаю, 6-4, или его еще не приняли даже? Ну, ввиду того, что в «Локомотиве» поменялась представитель сайта директоров, поменялась вся структура, мне сложно сказать, какие планы РЖД, у меня просто нет такой информации, я живу так же там, что-то слышу, так же, как и вы, так же, как и все мои коллеги, да, и... Нет, ну ты просто переговоры, переговоры есть, там, обсуждайте суммы, сделки, там, срок контракта, или пока это только там... Нет, у меня вот этот вопрос, который ты задал по перспективным, да, и возможным переходам в летнее трансферное окно, это как раз футболисты, не связанные с «Локомотивом». в «Локомотиве», ребята, которые играют, играют там на первых ролях в основной команде, там все в порядке. Большие трансферы будут летом? Большие трансферы... Ну, там, 2, 3, 5 миллионов. Вот русский рай, который будет стоять столько денег. Причем рублей. Рублей? Рублей будут, конечно. Как переговоры, в рублях или в долларах, или в евро? Зафиксировано, да, все это уже. Сейчас, в нынешних условиях, наверное, все будет переходить в рубли. Какой-то клуб хочет купить твоего клиента большого, который игрок РПЛ. Как вы сейчас говорите, на какую сумму? В долларах или в рублях? В евро или в рублях? Пока нет никаких сумм. Ну, правда, пока вообще никаких сумм. Разговоры есть, да. Вот играет футболист. Его хочет два клуба. У него, условно, заканчивается трудовой договор близко. Через два года. Через год. Нет, через полгода, через год, а зимой заканчивается. Вот клубы хотят сейчас. Да, они готовы встретиться и обсуждать условия. Все, пока вот на этом уровне. Но ты сам думаешь, что будет разговор о рублях? То есть игрок стоит 250 миллионов рублей? Есть эти условия. Вот есть эти условия. У нас нет права выбрать. Нам говорят, что теперь. Это же вышел уже указ, насколько я понимаю, или проект, закон, что все, все трудовые отношения, все должны регламентироваться, и все должно быть указано только в рублях национального. У вас есть ощущение, что меняется, ну, опять же, спрогнозировать, вы говорите о том, что вы работаете на внутреннем рынке, но что вектор селекции сейчас очень сильно поменяется? Будет Азия, Африка в основном, и вот оттуда пойдет поток? Возможно. Я не смотрю на это. У нас хватает работы здесь. Вадик, а по-другому. Ты сказал, что в Европе игроков российских не ждут. Да. Но ждут ли их, например, в чемпионате Катара, в чемпионате Саудовской Аравии? В чемпионате Саудовской Аравии? Ты допустим, что летом на матрии? Их ждут. Их ждут, я тебе скажу. Чемпионат. У меня есть близкий человек, ты его знаешь, да? Кто это? Мага, Магомед, который как раз занимается и Аравией, у него хорошие личные контакты. Да, да. Задача там привести молодых талантливых ребят туда. 20, 21, 22. Российских. Российских. Заиграть их за свою сборную. Ого. Даже так. Так вы подскажите, как раз Томасу он отправит казанку в полном составе? Вплоть до гражданства. А, то есть мы допускаем, что условно летом, или там, не знаю, зимой, игроки российские, молодые, будут уезжать в Саудовскую Аравию, там играть. И некоторые даже будут с гражданством, собственно говоря, аравийским. Нет, я не думаю, что это будут какие-то массовые оттоки. Нет, ну я говорю, 2-3 там, не знаю. 2-3. Возможно, почему нет? Возможно такое. Нет, в Саудовской Аравии там, помнишь, была интересная тема, когда они, по-моему, прислали трех или четырех игроков в Вильяреал. И они даже попадали в заявку на некоторые матчи. Но это была как такая практика. Не, ну это наоборот. Саудовская Аравия купила места в Вильяреале. А это вот в последнее время такая тенденция появилась, да? Экскурсия. То есть у этого такого экспансии из Азии не было. Кость, ты что об этом думаешь, Кость? Я исключительно думаю о ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. Отлично. А мы можем поговорить про Алексея Миручука. Чтобы меня еще заткнули. Как у него дела сейчас? Потому что он редкий пример российского футболиста, который выступает в Европе. Как бы не намекают ли ему, что типа давай езжай обратно? Парни, я скажу правду. Вот все эти месяцы, последние пару месяцев, да, я стараюсь с вашими коллегами, с корреспондентами, стараться обходить эту тему, вообще упоминать имя Алексея. Почему? Потому что все, что мы здесь говорим, блогеры, телеграмщики, да, так называемые журналисты там, они переводят, меняют пару фраз, и все это преподносится под другой призмой, совсем под другой. Сейчас нелегко им, всем нелегко, и особенно Леша. В плане вот простого быта. Я не говорю про спортивные футбольные составляющие. То есть они на самом деле испытывают некое постоянное давление, которое витает просто в воздухе. Хорошо. Нет никаких притеснений, нет никаких дискриминационных моментов. Но вот это состояние футболиста испытывает. Если вернуться в зимнее трансферное окно, Алексей был буквально в шаге от ухода из-за таланта. Насколько тогда все было действительно реально, что он может из-за таланта уйти в другую команду? Ну, это было очень близко. Было близко. Я находился в Милане, прямо как раз вот в последние дни трансферного окна. Мы вели приговор, рассматривали такую возможность, но даже исходя из прекрасных дружеских отношений, хороших таких многолетней дружбы, опыт общения двух президентов, Лацо и таланта, таланта решила не отпускать Алексея. То есть что-то было названо в районе 20-25 миллионов трансферов. Если хотите, то покупайте. То есть это даже не об аренде шла речь? Да. И в Гасперине на тот момент как раз были травмы, большое количество травм, травмированные футболисты в таланте. Он настоял на том, что футболиста надо сохранить. А как вы думаете, почему он все-таки пока не смог стать стабильным игроком стартового состава таланта? Вот чего не хватило? Я думаю, несколько факторов. В первую очередь, наверное, в первую очередь, это тренерский феномен. То есть вот сложный очень тренер сам по себе, сложный, требовательный, хотя с требовательным тренером Лешей, и Антон Работли, с Юрием Павловичем. То есть он очень своеобразный. Он, конечно, сильный. Глупо говорить, оценивать его качество и прочее. Но очень своеобразный человек. И, скажем так, мягко говоря, непростой. Какое-то расположение, доверие. Хотя периодически у него проскакивает такое, что да, он и общается с ним хорошо, и дает шанс. И вот этот отрезок, вот сейчас, условно вот эти вот несколько месяцев, вся команда выглядит неважно. Здесь нельзя сказать, что Леша выпадает с общего фона команды, уровня футболиста. А как Леша выпадает? У команды явно какое-то спад, психологическое состояние. Где-то что-то, не знаю, недодали, либо наоборот передали нагрузки. Можно судить об этом, только находясь постоянно в команде. А что с языком? Леша прекрасно говорит, уже Нобель знает. Прекрасно говорит, понимает, он все понимает. У него нет переводчика какого-то специального. Леша, в принципе, на русском не очень любит говорить. Нет, но он не очень разговорчивый парень. Разве нет, Вадик? Он такой неразговорчивый, скромный. Он разговорчивый, когда... Своей компанией. Да, располагает обстановка. Когда он знает людей, он может поддержать любую тему и поучаствовать. У своей компании. Да, да, да. Когда он знает людей. Но мы почувствовали первый фактор, то есть нет химии с тренером. Вот этого человеческого контакта не удалось установить. Да, наверное, это важно. Там все другое. Вы просто сказали, что несколько фактов. Все другое, несколько фактов. Нет, просто если мы перевернем, то есть если был бы другой тренер проще, Алексей бы играл. Не факт. Но я вот для себя пытаюсь... Нет, только конкретную ситуацию. Вот конкретная ситуация. Как мы приучены, да, как здесь в России, да, у нас... У нас нет языковых барьеров. Мы находимся здесь. Мы находимся дома. Для нас, допустим, ребята, которые приезжают из-за рубежа, да, из Европы, там, с любой точки мира, они пришли. У нас свои устои, своя культура, свои обычаи. То есть для нас, условно, поговорить, прийти, там, да, выбрать время, если футболист спокойно, ну, захочет о чем-то выяснить и поговорить с тренером, с помощником тренера, да, он спокойно идет, это делает, находит как-то время, возможность, и эта беседа может продолжаться часами, то есть на заезде, как угодно. Здесь прийти, не сколько, 63 года, да? Да. Вот. к такому, он авторитарный, он очень авторитарный. Такой человек, да, жесткий, который четко обозначает рамки, что можно, что нельзя. Наверное, как-то вот именно этот момент, да, вот эту черту перешагнуть сложно. Хотя беседы у них были. Не, были, и мне кажется, Леша-то адаптируем к Италии. Вот сколько раз я был, там, последний раз это было как раз-таки в начале февраля, абсолютно адекватно, да, он себя комфортно чувствует, что он знает язык, он может себя спокойно чувствовать там в любом месте. То есть это не ситуация с Жирковым? Нет. Нет, абсолютно. Потому что вы начали говорить про ментальное его ощущение, что он раскрывается. Нет, нет, нет. Моя ощущение, Денис, нет. Леша просто абсолютно адекватно себя чувствует в Италии. Он четко вписался. Да. Вопрос просто, мне кажется, в том, что, может быть, чисто игровые моменты, я не знаю. Игровые моменты. Вот следующий, да, следующий момент. Может быть, когда складывался этот трансфер, очень сложно было проанализировать, точнее, невозможно было проанализировать, что ждет футболиста, да, завтра. То есть вот как это можно было сделать? Никто из нас, у нас были разговоры, переговоры, мы спрашивали, задавали вопросы, руководству, тренеру, спортивному директору. Мы получали на них ответы, но вот этот режим, условно, заезд в 10 утра и отъезд базы в 6-7 вечера, то есть целый рабочий день. Футболист постоянно проходит там, проводит там, он находится на базе. Они тренируются, восстанавливаются, физиотерапия, обед, отдых, и команда постоянно проходит там. Мы не могли спланировать и предусмотреть всего, то есть именно игровая концепция и философия, да, построения вот Гасперини. Мы понимали, что это очень энергозатратный футбол такой, да, он очень компактный, он очень объемистый, а Леша все-таки футболист такой, он творческий, креативный. То есть ему нужно больше свободы. И даже в этих компонентах он прибавил. Все говорят, и наши тренеры сборной, да, и Станислав Саламович, и Валерий Георгиевич, они все сходились в этом мнении, что да, Алексей сделал шашки вперед. Может быть, этого недостаточно, может быть, ну, это какой-то предел, до которого очень сложно подойти, да, вот именно требования тренера, да, беги, кусай, грызи, выгрызай. Вы как агент не переживаете, что вот второй год Алексей не имеет стабильного места в стартовом составе? Ну, конечно, хочется. Ну, если говорить, мы максималисты, да, все лучше. Хочется, конечно, чтобы это время было гораздо больше. Любопытно, что вы говорите про Гасперини, но ведь это не новость, что он так играет, что он тиран, что Алексею будет сложно, что вписаться туда будет невероятно. И в итоге вот из этих факторов складывается ощущение, что просто промахнули с командой. Жестко. Жестко промахнулись? Жесткий вопрос. Промахнулись. Давай по порядку. Мы видели Гасперини на экранах телевизора. Да, конечно, да. Мы могли читать что-то из пресса, да? Да, о системе, да. О его поведении. Но чтобы все вот это понять и ощутить, надо это прожить, надо там очутиться. И никто не мог сказать, получится у Лёши на 200% это. Или не получится. Парень принял серьезный и в своей жизни такой ключевой, ключевой, конечно, шаг. Он этот вызов принял, он захотел. И самое главное, что даже вот сейчас прошло столько времени, он не жалеет абсолютно. Вот нет такого. Если бы было сожаление внутри, если бы сейчас, ну, наверное, мы бы уже давно попытались бы что-то поменять. А как он может жалеть, если, наоборот, в его жизни наконец-то появился реальный шанс стать большим футболистом? Конечно. Потому что то, что вы говорите, быть на базе с 10 до 6 вечера, это хорошо, это может продлить твою карьеру, это сделает тебя сильнее, как игрока. То есть это сплошные плюсы. Нет, ну это замечательно. Новая культура, новая культура играет. Здесь коллега, понимаешь, по левую руку говоришь, что коллега, ошиблись команды. Нет, для меня другое понятно, что если человек невероятно талантливый, как Алексей Миранчук, уезжает за границу, опять же, он должен играть в футбол. Он не играет. Замечательно, что он воспитывается на базе, что он чувствует требования нового тренера, что вот все это вот... Но он не играет в футбол. И для меня, как болельщика сборной России, это тяжело принять. Почему Алексей Миранчук... Я понимаю, почему. Вы объясняете, почему все доходчиво. Почему не получает игровой... Но я сожалею, что он не играет в футбол. Где он мог играть в футбол? Я не знаю. Я не агент. Я не занимаюсь его трудоустройством. Но мне кажется, опять же, что в такой ситуации очень обидно, что он талант, вот эти два года, его до сих пор не реализован. С тем талантом, который у него есть, и то, что мы видим, вот эти куски времени, которые ему дают на поле, мне очень печально видит. За последний год сколько вариантов было вернуться в Россию? Конкретно. Ну, шел... Только «Зенит» в принципе и интересовался. Конкретно? Да, да. Но опять же, это на уровне, скажем так, клубов. То есть «Зенит» и «Аталанта» контактировали. Вы отговорили? Не дошло до... Опять же, до конкретики не дошло. Они поддерживают... Клубы поддерживают рабочие контакты, это нормально. Если клубы начинают выходить на какие-то финиши договоренностей, да, на итог, то есть, есть понимание, мы готовы отпустить, продать, да, то есть, сейчас сейчас этот трансфер, клуб готов приобрести, тогда, конечно, уже начинается, как без футболиста, это можно сделать. Но этого не надо. Ну, вот... Заинтересованы и все, да? Да. Вы бы отговаривали? Честно? Да. Я не думаю, что я бы отговаривал или приговаривал. Моя задача, это четко было, чтобы у футболиста не было вопросов. Эти вопросы, если эти вопросы появляются, постараться на них найти ответы заранее, так же, как да, ты говоришь, что неправильный шаг, вообще все неправильно, с клубу промахнулись. Обсудить это все, и это желание футболиста. Я, ну, проводник отчасти, да, каких-то идей, но я... Это его решение. Всегда, в любом случае, решение футболиста. Как бы я не хотел, экономически, да, политически, какие-то дивиденды вынося лично из этой ситуации, мы всегда это все обсуждаем с футболистом. У нас нет каких-то тайн, допустим, если сделка эта пройдет, агент привилегированно, да, как-то будет выглядеть, и что-то за это отдельно получит. А об этом не будет знать футболист. У нас нет такого. У нас всегда экономическая составляющая, она всегда на поверхности. Все, что мы можем заработать, мы зарабатываем вместе. Это раз. Второе, опять, самое главное решение футболиста. Нравится, не нравится клуб, город. Ну, на это лучше не влиять. А можно вопрос лучше не влиять? Лучше не влиять. Провокационный. Давай попробуем. Раньше, в мою бытность, агенты получали комиссионные ежемесячно с зарплаты игрока. Сейчас мы видим какие-то новости, там, агент, я не знаю, европейский какую-то, вот такую комиссию получил с клуба за трансфер. В России агенты получают с игроков, деньги с их зарплат. Или они получают комиссию за проведенную сделку, или переподписание контракта? Слушай, ну, в Европе экономически вообще все другое. Там цифры, там, в десятки, в сотни раз все больше. Если мы говорим про топ футболист, конечно. Конечно, там огромные деньги. Там агент может получить по 10, по 15, по 20 миллионов комиссий. Потому что игроки стоят дороже. Хорошо. Ну, я просто подчеркиваю, здесь в России, у нас в России, все зависит от конкретных договоренностей того или иного агента с тем или иным футболистом. Это могут быть и ежемесячные выплаты 10 процентов и 5, и 20 процентов. Я не знаю, как у каждого агента, да, свои правила договоренностей. Мы работаем, вот я работаю в рамках закона не больше 10 процентов от валового дохода футболиста. И опять же, при определенных этапах. То есть, когда у мальчика зарплата в месяц 20 тысяч рублей, во второй лиге или где-то 30 тысяч рублей. Услышали, да? У него даже есть агент. У нас нет 90 процентов есть агент, а мы во второй лиге. Агенты, так называемые агенты, большая половина они не гоношаются ничем. Они берут комиссию с этих денег с 20, с 30 тысяч рублей в месяц. Ну, я... Вы спрашиваете, вы спрашиваете, я отвечаю. 2 тысячи рублей берут. Хорошо, давайте. Почему? Есть и забирают с 20 тысяч 10 тысяч половин. А вы с какой суммы забираете? Мы забираем, у нас четкий порог, это прописано в договорах, то есть, минимально с 300 тысяч рублей в месяц. И то. Есть такие случаи, когда и этого нет. То есть, мы не находимся в финансовых взаимоотношениях, пока парни не встают на ночь. Есть четкое обозначение. Не раньше 18 лет, да, по регламенту, ты можешь вступать в финансовые отношения. Но мы еще делаем вот этот порог, мы прописываем, я прописываю этот договор. Вот 300 тысяч рублей в месяц, тогда могут наступить, скажем так, финансовые взаимоотношения. А интересно, вы знаете, смотрите, получается, это ваша личная инициатива, и она абсолютно логична и правильна. Но, а почему нельзя это регулировать, чтобы действительно не было таких искусств у других агентов, вы сами говорите, что сдают экзамены, у других агентов, чтобы не обирать тех людей, которые вообще ничего не получают? Почему это нельзя как-то, ну, не знаю, законодательным образом, что-то сделать? Потому что, это пока, опять же, извините за слово, понятийный такой вариант. Вы решили для себя, вы это сделали, а другой это не решит. И это же чудовищно. Денис, ну, на самом деле, все это есть в законах и в регламентах ФИФА. Просто, да, это понятийно. Так называемый агент говорит, я для тебя прилетел вот сюда, там, словно в Пензу, и заключил вот с этим генеральным директором трудовой договор. Ты никому не нужен был. На тебя не было спроса. Я потратил свои деньги, я потратил кучу там времени, всего-всего-всего, на переговоры, на трудоустройство. И это моя заслуга. Я договорился с клубом, поэтому будь любезен, да, вот, значит, ежемесячно, там, по десяточке, будь. Да, ну, это смешно. Хотя у меня такой был. Ваш друг Денис Лахтер. Он сколько у тебя забрал денег? Кстати. Ну, вот у него была, у него была вот именно такая 10 процентов с, ну, не валовый, по-моему, был доход, а исключительно с зарплатой, хотя, которую мне не платили, но... Ну, получил. Да, потом я сам пошел к президенту и сказал, слушайте, я тут в церкви живу и вообще питаюсь святым духом. Он сказал, ты что, травишь, что ли? Вот тебе машину, вот тебе... То есть я сам пошел, все это для себя пробил, он мне позвонил, говорит, я договорился. Я говорю, как ты договорился? То есть я в автор обманул, что ли? Но он говорит, что это он все сделал. Это, опять же, все понятие. Это договоренности по двух сторон. Если футболист принимает такие условия, он нигде не будет это говорить и рассказывать. Это все доходит, все равно информация влезает. Агентами западло брать зарплаты игрока? Когда мы обсуждаем вот такие варианты, как вот сейчас... А что, я говорю, как нет. Я считаю, что это неправильно. Нужно на честь, надо иметь эти... Ну, это все от воспитания, от составляющих. Вы сами же говорите, что футболист никто не заставляет подписать эту бумагу, да? Абсолютно. Он видит все. У вас прямо сейчас много игроков, с которых вы не берете деньги? Конечно. Ну, работаете. Да. Ну, какой это примерно процент от общего количества ваших клиентов? Это 70-80% футболистов, с которыми у нас нет. А вас часто кидали? Ну, чего? Нет, Вадим, просто такой вопрос... Мне нравится жаргон Кости. Почему? Нет, это... Хорошо, давай так. Вас часто подставляли. Не кидали, а вот, например, приходит игрок и говорит, Вадим, извините, я или мой папа договорился там с другим агентом. Все, теперь наши интересы будет представлять он. Кость. Такое же в порядке вещей в российском футболе. Бывало не так. Бывало, что с людьми проходили очень трудные годы жизни совместно. Серьезно это было так. Люди приезжали, условно, с Украины, без гражданства, больные, с больными родителями. В них вкладывались там деньги, помогалось это все, делалась прописка, российское гражданство. Притом это все ушло вот так с РФС, да, нельзя было мальчика зарегистрировать в Академию. Доходили, проходили, проходили, сделали, делали контракты там, условно, в той же второй команде, ну, с локомотивом, если брать так. Ребята, зарплата там 100 тысяч рублей, да, у футболиста 400 тысяч рублей. Не брались никакие агентские, ничего, все, все. Вот ждем, 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 развиваемся. В один прекрасный момент футболист пишет заявление в палату вот на стороннем порядке, хочу разойти с этим агентом. Вот такие вещи были. То есть, на вопрос, почему, что случилось, мне мало внимания, я хочу попробовать с другим агентом. как? Ну, столько всего пройдено. Почему? Немножко дотерпеть, объясни, в чем? Бывали такие вещи. А у вас есть между агентами договор, что вот такие вещи невозможно? Понятно, что это бизнес, но в любом случае, да, вот и столом это договаривается. Я понял. Смотри, ну, скажем так, люди, кто в этой профессии, кто на рынке, да, много-много лет, имеют, скажем так, определенную моральную вот эту... Код от счастья. Код от счастья, да. Он негласный. Конечно, где-то, что с кем-то, всегда бывают какие-то пересечения приятные, в меньшей мере приятные, но сейчас очень много так называемых вот этих вот, я не знаю, молодых агентов, жучков, людей, нет, уже они с лицензиями, они с лицензиями, это новое поколение так называемое, да, это молодые, я их не знаю, я в лицо не знаю, я не понимаю, кто это, что... Но у них хватает наглости, высказывать телефоны, подходить к футболистам, предлагать им свои услуги, при том, ну, условно, мальчик начинает разговаривать, да, а там, ну, условно, мой клиент, да, хорошо, я вот работаю, мой представитель, Вадим Шпинев, да, они спрашивают, работаешь с кем-то, они говорят, да, работаю, и начинают тут же навязывать, ну, там, предлагать себе, то есть, люди не понимают, правильно это или неправильно. Они же не могут просто со стороны прийти, они же, значит, кого-то представляют. смотрят футбол, заходят в Инстат, наблюдают за юношеской лигой, условно, за клубной лигой, да, и выходят, в СМС выходят, да, ищут контакты, и предлагают свои услуги. То есть, люди не гнушаются, ничего не останавливают, абсолютно. и там уже в переписке парни начинают их там банить, блокировать, да, они с других номеров опять вылезают, давай с нами работать, вот мы, мы такие-таки, ну, кто вы? Мы такие-таки, у нас вот европейское будущее впереди, какое будущее? Что вы сделали, вот, да, вот здесь, на данный момент, покажите результат вашего труда. Я отвечаю на вопрос, который задал Денис, да, есть ли какие-то договоренности, вот люди, кто в профессии, да, я не думаю, что условно там агент, ну, там, группа агентства, Артем, он пойдет напрямую, будет разговаривать там с нашими футболистами, да, давай там, Вадима кинем, до свидания, и давай будешь с нами. Как с юридической точки зрения корректно перейти от одного агента к другому? Это, наверное, самый простой, это взаимные, скажем так, переговоры, в футболистах хотел от меня уйти, да, он приходит ко мне, бывало и такое, что, да, ребята приходили, Вадим, мы хотели бы увидеться, так и так вот переговорили, встречались, и я больше даже начинаю уважать, ну, отчасти, конечно, это неприятно, когда, да, ты слышишь свой адрес, что-то, и от тебя хотят выйти, ну, по-человечески неприятно, но когда, да, это достойно уважения в определенной степени, когда человека хватает смелости, да, аргументировать, высказать все это в глаза, не писать бумагу кляузную, да, в палату и подавать, там, в комитеты и куда-то, просто без оснований, человек пытается аргументировать, сказать, объяснить свои поступки, да, свое решение, свои желания, просто идешь навстречу, было такое, идешь навстречу, пишешь, сам эту бумагу отправляешь в комиссию по работе с посредниками, прошу, да, считать договор такой-такой, это расторгнутый, по обоюдному, с большими сторон, претензий там, никаких, ничего не имею, и все. А вы платили компенсацию такого? Нет, никаких компенсаций. То есть таких трансфер между агентами нет, да, трансферов? Можно разговаривать об этом, но как правило, как правило, футболист приходит в таком случае, говорит, я сам, я сам, у меня нет, не будет агента, я хочу сам, пожалуйста. И через какое-то время ты узнаешь, что вокруг этого футболиста появился кто-то. Да, ну шарик круглый, пожалуйста. Ну это как, вы смотрели Джерри Магуайр? Да. У вас был когда-нибудь такой разговор по телефону? Нет. Все, ты теперь мой агент, Вадим Шпенев. Нет? Такого не было? Он кости наберет после... Вадим, а вот скажите, это из той же серии кейс Чернова, потому что, насколько известно, он Андреевский агент? Нет. Он Андреевский агент? Нет, нет, да, но вы занимались, и мы переходим. Парни, по Чернову, пожалуйста, пожалуйста, вся ситуация вот на поверхности. С Никитой еще с времен ЦСКА, да, я представлял его интересы при переходе в Урал. Годовалый период был, сезон, играл в Ураль. Я летал к господину Иванову, мы с ним разговаривали, он прекрасно встретил. У нас была такая, я считаю, откровенно нормальная беседа при всем том, что, да, Григорий, мягко говоря, не любит агентов, да, то есть, ну, так относится к ним специфически, он считает, что агенты не нужны, это его право. Тогда клуб получил игрока, футболиста, на период, нам нужна была практика, каждый получил свое. Финансовые условия не обсуждали, хотя при всем при этом президент Урала сделал зарплату футболисту лучше, чем была у него на ЦСКА. Дальше. Ситуация сейчас по Самаре. Павел Андреев никогда, подчеркиваю, никогда не представлял его интерес. Переход из ЦСКА в Самару это желание клуба и клуба, да, то есть, ну, такая возможность была, то есть, ЦСКА пошел на встречу, посетил, договорились, крыльям нужен был защитник, они его подписали. Все это время, значит, контракт по футболисту заканчивался вот сейчас, в конце мая, да, то есть, в Самаре. Значит, зима, сборы, Турция. Футболиста, приглашая к себе спортивный директор, ну, скажем так, заканчивается год, заканчивается еще там в начале декабря, то есть, последние туры, приглашает Корнеленко, спортивный директор, говорит, вот так и так, мы в тебе видим, мы хотим, все замечательно. Контракт подлительный. Да, да, мы хотим, все замечательно. Никита говорит, нормальный, цивилизованный, взрослый парень, он говорит, я все понимаю, но, пожалуйста, у меня есть представитель, вот телефон, да, вот контакт. дабы было все официально и правильно, я надлежащим образом, мы подписали с Никитой агентский договор, официальный, и уведомление, сейчас так, сейчас четко по регламенту отслеживается, если у футболиста есть трудовой договор с неким футбольным клубом, профессиональный трудовой договор, он не любитель, а профессиональный, в день подписания агентского договора с посредником футболист обязан уведомить работодателя. То есть, в этот же день уведомление в электронном виде отправлено было в офис футбольного клуба «Самара». То есть, там лежало, что я такой-такой, футболист Никита Чернов подписал агентский договор с аккредитованным посредником лицензии номер 14, плавал влаш, к нему вводим. Все, это официальный документ. Рассказываю дальше, за весь период январских сборов в Турции и прочее, спортивный директор ни разу не вышел со мной на связь. Начиная разговор опять с футболистом, Никита, давай, ну давай, давай, вот мы там сейчас подумаем, сделаем тебе. Никита говорил мне однократно, я футболист, я играю в футбол, я выполняю свои трудовые обязательства, я хотел бы сделать шажок вперед, клуб более элитный, хотел, ну очень хочу, хочу развиваться, все хорошо, к Самаре вопросов нет, но пожалуйста, по вот этим всем разговорам, переговорам, пожалуйста, разговаривайте с моим представителем. Ни разу этого не было, и я не буду скрывать, я понимал уже, что, да, вот такая ситуация у нас немножко наперекос, но клуб не хочет работать, вести себя цивилизованно, не знаю, почему, может быть, господин Корнеленко не хотел со мной общаться лично, может быть, кто-то ему говорил делать так, может быть, ну опять же, может быть, что угодно. Я занимался весь декабрь, январь, я занимался потенциальным переходом Никита. Я искал клубы и рассматривал, передавал все эти варианты, которые, возможно, у нас будут, возможно, появятся, и обсуждал с футболистами. Футболисты принимают решение, мы в том же самом январе выходим в финишную часть, там, итог переговора с Спартаком, мы подписываем предварительный договор с 1 июня, мы выходим из офиса Спартака, я рядом с футболистом, набираю телефон генеральному директору Крылья Совета и объясняю вслух при футболисте, чтобы не было никаких недомов, сказал, не сказал. Я четко объясняю нашу позицию. Он мой тезка, Вадим, мы с ним не знакомы, я представился, сказал, извините, пожалуйста, я должен довести до вас определенную историю, ситуацию, как она развивалась. Мы желаем клубу процветания, успехов, но сотрудники, наемные, рабочие, спортивный директор, в частности, вел себя определенным образом, мы ни разу не услышали никаких предложений, со мной не было никаких контактов, я официальный представитель, вот у вас уведомление, вы знаете, что я лицензированный посредник, агент, представляю интересы Никиты, мы для себя принимаем решение, футболист принимает решение, что он добросовестно доигрывает сезон, у вас есть минимум 4 месяца подыскать на лето, закрыть эту позицию центрального защитника, он готов максимально профессионально и качественно трудиться, оставшийся период времени, но предложение о переподписании трудового договора он не принимает, мы дали добро другому клубу, я прямо так сказал, генеральный директор задал мне вопрос, скажите честно, если не сложно, какой это клуб, это средний клуб, сказал нет, это футбольный клуб Спартак, все, он с пониманием, как мне показалось относительно к этой истории, спасибо, спасибо, будем на связи, все, дальше получилось, что парень приезжает дальше на сборы, продолжать там последний, заключительный сбор, и тренер, который до этого ему говорил, что ты у меня системообразующий игрок обороны, что мы вокруг тебя будем все это строить, все, картина меняется, разворачивается на 108%. Ты не нужен? Говорят, ты не нужен. Нет, ну просто, кто инициировал переход зимой, получается, Чернова и обмен на Гапонова? Я так понимаю, что, ну это, скажем так, совместный, совместный плод. Сами крылья, да, получается? И крылья, и Спартак, и взаимный интерес. А почему Федон вас называет главными врагами российского футбола? Ну не вас конкретно, агентов? Большая честь для меня. Если меня конкретно я с Танином Арнольевичем лично не знаком, вот, я не думаю, что, если он так считает, то это, это распространяется, наверное, там, непосредственно в мой адрес, потому что я считаю, что я ничего абсолютно плохого или какого-то гадкого никогда в своей жизни не сделал. в отношении Спартака футбольного клуба ничего плохого мягкого. Вот смотрите, сейчас здесь, возможно, появится таблица, не знаю, ребята потом сделают, сумма выплат агентских за 2022 год или за 2021, и там в 20-м Спартак вообще какие-то космические деньги заплатил. И при этом Спартак, лидер и там, и там, выходит Федун и говорит, вы же понимаете, что главное зло российского футбола это люди, которые наживаются на этом российском футболе, это агенты. Он... Я не понимаю, в частности. Вот сейчас... Вопрос? Ко мне. Зло, агенты... Агенты это зло. Окей, я живу с этим 10 лет. Почему руководитель одного из самых обсуждаемых клубов, который платит космические деньги комиссионные агентам, считает, что именно агенты тормозят, так скажем, развитие российского футбола? Ваш взгляд, со стороны? Смотри, я буду опираться только на свои взаимоотношения с футбольным клубом Спартак. Да, вот. Ты назвал Спартак? Я тебе говорю Спартак. За все время, за все время какого-то сотрудничества, подписания Георгия Джики, капитана, тогда они капитаны, сейчас капитаны, лидеры и душа команды. Он наш клиент, давайте поясним. это наш клиент и Никита Чернов. Абсолютно не было сделано ничего такого, что вывернуло, выкрутило бы руки футбольного клуба Спартак и пустило его по миру. Все цифры, если мы говорим про некие агентские выплаты, вот эти какие-то таблицы, они результат труда клуба и представителя, то есть договоренности. Понимаешь? Не может быть такого, что я захотел, вот условно выкинул из головы миллион, два, три, пять, дайте. И все. А клуб не хочет. Не хочет клуб, говорит, не будет. Значит, не будет сделки. Не будет этого. Понимаешь? Не будет подписаний. Всегда находится золотая середина. Пожелание, аппетит, это все замечательно. Есть нынешняя обстановка, есть ситуация, клуб принимает ее. Мы принимаем эту ситуацию. Если мы принимаем две стороны, конечно, мы подписываем соглашение и клуб выполняет обязательства, мы выполняем свои. Возможно, он имел в виду, да, хозяин футбольного клуба Спартак, он имел в виду выплаты, которые приходилось платить агентам в том числе в результате расторжений футболистов. Или трансферов, когда ты покупаешь подъемные платишь. Конечно. Вот именно про это, наверное, он имел в виду. То есть у тебя несколько месяцев пробыл футболист в команде, ты заплатил за приход его, а потом раз, с ним надо расставаться. Потом расставаться. Или ты делаешь трансфер, например, из Европы или из России. Те говорят, окей, такая сумма в клуб, такая зарплата игроку, но еще и нам там условно. Да. Я думаю, в этом причина. А, кстати, Георгий переподписал? Вот вопрос по Георгию. И вообще по Георгию по всем... Ну, официальные данные. Конечно, все переподписал давно и в том году... Батик, вот такой вопрос. То, что... Все хорошо, все спокойно. То, что ходят разговоры... Переживали просто. И на этой неделе были разговоры и вообще, в принципе, о том, что многие клубы будут там пересматривать бюджеты. Это как-то отразится на звездных игроках, игроках, которые есть в РПЛ у вас. Ну, то есть Джики... Нобель, я понимаю. Миранчук. В частности, там, условно, Джикия, да, Спартака, история Спартака. Я понимаю вопрос. Понимаю сложность этого вообще вопроса. Сложность вообще всего положения. Да? То есть есть трудовой договор. Я говорю, с точки зрения юрисдикции трудовой договор есть. Он имеет срок и условия. Его надо выполнять. Но если такая ситуация возникнет, я думаю, что каждый футболист в той или иной степени пойдет навстречу, по крайней мере, диалог будет между работодателем и футболистом. То есть мы допускаем, что, условно, у игроков РПЛ суперзвездных летом будет необходимость условно контракты пересматривать. Не хочу говорить, что будет необходимость, но мы не можем этого не исключать. И вы готовы к этому глобально? А куда деваться? Ну, куда деваться? Ну, так бывает. Даже футболисты Барселоны перед началом этого сезона. Многие пошли на понижение. А игроки Вентус, когда была пандемия, помнишь, тоже? Ну, то есть это нормально в мире футбол практика. Еще один кейс любопытный. С Черновым мы разобрались с Мухиным. Как Локомотив пытался его удержать? Пытался ли? Потому что был разный вариант. Вот, например, слова Самедова. Футболист тоже должен пойти навстречу. Он сыграл 9-10 матчей и просит какую-то сумму. Не, вообще, по поводу Мухина... Ну, уже столько раз это все говорили, все это переговорили. Ну, зачем мне отвечать? Не Самедов, Локомотив, который, как я понимаю, Вадим, Локомотив обижен на Мухина, потому что, ну, грубо говоря, как я понимаю, считают, что Локомотив раскрыл Мухина, дал возможность, а тот вот так некрасиво взял и ушел. Только начал и пошел. Да, только начал и пошел. Причем не куда-нибудь условно в Европу, как Иосифов, например, да, а пошел в стан злейшего, ну, не злейшего, но конкурента СССР. Соперника. Да, соперника. Слушай, я не знаю, какие могут быть здесь вообще вопросы к парню с этической точки зрения. Но Локомотив они есть, насколько я знаю. Я не знаю, у кого. Мне показалось, что наоборот, чем больше бы ушло, тем лучше было. То есть и все для этого делалось. А, Локомотив хотел, чтобы ушел Мухин. Они вели переговоры так. На тот момент генеральный директор, генеральный директор говорил, что нет, это неприемлемо абсолютно. То есть предлагались там цифры зарплаты футболиста. Я даже не говорю сейчас про какие-то бонусные, комиссионные, да, там, свои. Просто про условия оплаты футболиста. Мы считали, что они неприемлемы. И мы считали, и рынок говорил об этом. И все, кто были близки, по крайней мере, к этой ситуации, все это понимали. На что можно обижаться? У вас было все. У вас были все возможности парня переподписать, сохранить, и никаких проблем. Парень выбрал сложное решение, да, он награл в локомотиве, дал локомотив, дал дорогу в определенной степени. Но это работа, это жизнь. А правда ли, что вы думаете, что его дисквалифицировать могли? Я думаю, что вряд ли. Что вы думаете, как раз говорят, что рассматривался такая возможность локомотивом? Ну, если бы могли, то дисквалифицировали. А он, правда, 15 миллионов стоил? Рублей. Рублей. Слушай, ну, это, наверное, здесь все-таки клуб-клуб. Потому что некие такие отношения, да, локомотивы, ЦСКА, я имею в виду, по самому верху. Они особые. Они особые. Я не хотел бы здесь, я просто не то, что хочу, не хочу, не могу. Я имею в виду, понимаешь, в чем особо отношение локомотива ЦСКА на том уровне верхнего? Понимаешь? Примерно. У меня просто сложилось ощущение, что вот этот переход Мухина, где локомотив не очень хотел отпускать своего воспитанника, потом спровоцировал вот эти трансферы Тикнизяна и Мордишвили за... Но ты лезешь в самый верх, за немалые деньги. Вот у меня есть ощущение, что где-то вот там на самом верху Тикнизяна и Мордишвили, конечно, не стоят этих денег. Это было ежу, понятно? Подожди, но в двух случаях получается забрать в роли жертвы локомотива. В двух случаях. Они взяли двух молодых хороших российских игроков. Но при этом... За какие деньги? За дорого. За дорого. Но Мухин, свой воспитанник, ушел бесплатно. Вот, мне кажется, между такими клубами бесплатно такой игрок не должен был уходить, который еще был заигран за сборную. Поэтому, может быть, такие суммы были за эти Князяна? В двух случаях получал выгоду ЦСКА. Все, с Нобелем согласен полностью. Вся проблема только в одном. Сделку по Мордишвиле Тикнизяну делал Рангник Цорн. Уже? Ну, по сути. Нет. По сути, конечно. А переход по Мухину делал Леонченко. Переговоры, то есть генеральный директор. Цорн не принимал, Цорн не был, условно, насколько я помню, назначен вообще. Рангник, я помню, в интервью у Сометов говорил, что надо было за него заплатить какие-то суммы. Твоя теория была бы выдающейся, если бы Тикнизяна и Мордишвили перешли бесплатно бы. Такой был бы, условно говоря, хитрый обмен, да? То есть здесь Мухин бесплатно, и эти бесплатно. Это было прикольно. Но здесь, ты понимаешь, в чем проблема, что твоя теория не бьется, понимаешь? Сколько заплатили? Много заплатили? 12. 5 и 7. Если, давай так еще раз, если говорить о том, что наши ожидания агентские, амбиции в виде зарплаты, личных, бонусных пожеланий футболиста были бы чрезмерно высоки, тогда бы не было перехода этого в ЦСКА и вообще каких-то разговоров. Одна встреча с Романом Бабарином, одна встреча, полчаса разговора рукам. То есть конкретика будет... Вот именно то, о чем мы говорили, мы встретились, мы переговорили, я говорю, вот так и так вот. Эти условия мы обсуждали с локомотивом. Мы на них готовы вообще сразу. Окей. А вы скажите, допустим, как вы советуете себя вести футболисту в следующей ситуации? У нас достаточно часто бывает, что молодой российский игрок год проводит в команде нижней части таблицы, и им тут же начинает интересоваться команда из верхней части таблицы. Это нормально. Разница в зарплатах может быть, не знаю, в три раза, в пять раз. Да, в десять. В десять раз. По-дамому можно сказать, что в десять раз. Ну вот вы по этому молодому футболисту, если брать, допустим, конкретную ситуацию, на вашей практике, вы ему говорите, слушай, проси сразу себе в десять раз больше, переходя в эту команду. или как себя позиционировать? Нет. Понял, Рома, смотри. Я никогда не скажу такого футболисту, проси для себя. Футболист вообще не должен ничего просить. Футболист – это продукт, да, это боевая единица. Вы представляете его интерес? Да, я представляю. То есть вам выгодно, чтобы он получил как можно больше. Однозначно. Здесь, если мы верим в экономику, но сама постановка – не просили. А я попрошу за тебя. Футболист не должен ничего просить. Футболист говорит, пожалуйста, господин, ну, спортивный директор, кому угодно. Обычные звонки просят. Ну, правда же, тоже лично. Возможно. Но мы говорим про молодых футболистов, которых пока еще не женат. Их нет, да. Есть девушки, наверное, там, как это называется, спутница, спутница. Вот. Я скажу следующее. Каждый момент индивидуально. Ну, это понятно. Просить, не просить, да. Много, больше, не больше. Но обсуждая вот такой возможный переход с командой ниши, у него там нишевый эшелон, либо там нижняя часть и таблица, которая ограничена, да, бюджетно от своих возможностей, переходя в какой-то клуб, прогрессивно бонусную программу. Не фикс прайса. То есть есть определенный фикс прайс, да, то есть оклад, оклад, плюс там обязательная часть, которую футболист получит, да, там, стимулирующая выплату. Но за участие, чтобы парень мог зарабатывать. Вот этот принцип мой, вот взгляда, взгляда опыта, ну, скажем так, лет и работы. Вот так молодого футболиста надо подписывать сейчас. А вот который постарше, вот я не просто так про жены вспомнил, потому что жены часто играют немаловажную роль в выборе игрока, в том же обсуждении суммы контракта, или там, я не знаю, где жить, как жить, в каком месте, и так далее. Были ли сорваны сделки вот именно из-за какого-то такого вот поведения жены или отношения жены? Ну, Кость, в моей практике не было такого. Слышал, что где-то что-то такого подобного рода встречались случаи, но у нас такого не было никогда. Смотрите, у вас была бы фишка, чтобы у вас все клиенты были холостые. А как? Классно. Вадим, знаете, хочешь стать клиентом Швенева? Разводись. Скажите, да, вы играли в РПЛ. Дайте еще такой, один большой вопрос, ну, наверное, такой общественный. Вы довольно-довольно давно в деле, и вы имеете, опять же, дело с молодыми людьми. Как, на ваш взгляд, сейчас меняются родители их? Они стали наглее, они стали скромнее, потому что вам с ними тоже приходится иметь дело, причем, наверное, самое такое, самое тяжелое. Очень хороший вопрос. Смотри. Я сейчас начал привлекать своих сыновей. они с хорошей футбольной школой, им по 20 лет, я там был по 20-му году, служили в армии, сейчас как положено, прошли все перепятие футбольной школы. И школы из Спартака, из Спартака, и Локомотива. Вы видели 100%. Да. Вы видели, знаете. Сейчас не об этом, я подвожу, почему. Потому что разность поколений огромна. Конечно. то есть у меня 53, и ребята 15-16 лет, это вообще, они в своих измерениях, у них свои ценности, у них свои взгляды, у них свои интересы. Я иногда, скажу честно, не всегда это все воспринимаю правильно или так, как нужно. Может быть, я недопонимаю. И как раз парни мои, вот сейчас, я надеюсь, очень мне в этом помогут, да, коммуникация и чувствовать ребят больше и лучше. Что касается родителей. Родители, парни, что вам хочу сказать? Вот если брать родителей, я, наверное, самый сложный и в то же время самый простой пример, как своими желаниями, своими амбициями, я очень хотел, чтобы мои сыновья играли в футбол, и по большому счету я сам сделал все для того, чтобы они в него не заиграли. Своим сверхжеланием, давлением, гнетом, прессингом, вот это все там условно 10 лет, что со мной было там, когда мальчики начинали играть, там 5-6-7 лет, эти игры, как я болел, как я кричал, как я пихал им, да, и спрашивал с них, я понимаю, что я перегнул палку. Просто вот был такой период, когда закончилась та футбольная академия, они выпускники локомотива в итоге, то есть у них был период, когда они вообще полгода не хотели слышали про футбол, они к мячу не подошли. Представляешь, вот ты футболист, просто я убил желание своим гнетом, своим вот этим гипер желанием, нельзя этого делать. В итоге, вот они такие же, как вы сейчас в основной своей массе, или они понимают, что детей сейчас трогать нельзя, и ну вот с течением времени, сколько вы занимаетесь этим бизнесом, они поменялись? Нет, они поменялись, жизнь поменялась, жизнь стала, мне кажется, люди стали чуть злее, чуть зажатее, как-то чуть жестче, наверное, замкнуть. Это в Москве, а в регионах? В регионах по-другому, чуть-чуть, в регионах по-другому. Но нам приходится как раз, мы контактируем, если ребята там с интерната условно, то вообще никаких проблем нет. Да, вот сейчас недавно подписали мальчика с Казани родом, да, с 2006 года, вот буквально на прошлой неделе мы подписали агентский договор, приехала мама, да, он футболист локомотивов, он в интернате живет, мы посидели, поговорили, мы не раз говорили по телефону, она понимает, кто я, что-то смотрел, кто-то что-то рассказывает. Мы посидели втроем, переговорили, обо всем договорились, я провожаю, спрашиваю, скажите, пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста, не волнуйтесь, мальчик, все будет хорошо. У него появился просто старший товарищ, не будет, ни в чем проблем, то есть никто не будет чем-то потакать, вы там далеко, за сотни километров, а мы здесь рядышком, нужно будет, мы поможем, в трудную минуту, не дай бог. Мама поворачивается и говорит, вы знаете, на уровне какого-то восприятия, у меня нет никакой вообще абсолютно тревоги и переживаний. Я поговорил, я вас увидел, я вас поняла. Спасибо, надеюсь, все будет хорошо. Бывает такое, как ты говоришь, бывают родители, начинают, извини, загибать пальцы. Да, мой ребенок, это индивидуальность, мы хотим, чтобы было так, 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 так. Ну, наверное, здесь уже стоит подумать, стоит ли вообще о чем-то договариваться. В общем, как было, так и остается. Путь никуда. Конечно, это путь никуда. Если ты заключаешь договор вот с такого рода, это даже не здравая амбиция, это избавленность, извращенность. А если мальчик, блин, правда, очень талантливый и родители невыносимые, что делать? Заключать договор и как-то мириться с этим? Да не бывает невыносимых, не бывает такого. здравое зерно всегда можно и нужно искать. Ты взвешиваешь все риски, все за и все против и принимаешь то или иное решение. Ну, то есть там мальчика может немного нивелировать в хамство и наглость родителей. Да, может быть, придется в 12 час ночи отвечать на звонок папы или мамы. Он может себе позволить лишние 200 граммов. Ему захотелось поговорить. Понимаешь, ему абсолютно не волнует то, что время там, условно, часовые пояса еще. Зайди в твитер напиши. Часовые пояса, другие, да, в 2 часа ночи, алло, да, ну, ну, чего ты, расскажи, как там мой? Ну, что, нормально? Что не играет-то? Да, почему мало? Почему мало? Ну, а что делать? Ну, приходится. И ты либо терпишь, либо говоришь, обозначаешь, да, давайте так, ну, искать золотую середину, да, вы приняли решение, доверились, все, идем дальше. Какие-то вопросы, пожалуйста, рабочие, любые, все нюансы, все обсуждаем. Ну, вот так, не надо. У нас в гимнастике проще. Вадим, ну, в целом, мне кажется, получился разговор содержательный, самое главное, такой, с оптимизмом. И с оптимизмом, потому что есть ощущение, что все равно какая-то такая прям движуха остается и будет, и пусть, как ты говоришь, что, возможно, год-два будет такое обновление, но это все равно будут происходить как бы новые фамилии, новые лица, какое-то движение внутри футбола российского. Парни, мы никуда от этого не уйдем. Как бы ни было. Плохо, очень плохо, совсем плохо. Футбол, он будет. Нет, понятно. Он будет. Конечно. И нам быть с ним. Вам освещать. Нам работать внутри. Мы будем, и мы должны делать его, скажем так, более позитивным, интересным. Что мы узнали сегодня точно, что рынок будет, рынок есть, это круто, что в рублях все расчеты будут, что рынок есть в Союзской Аравии, куда приглашают воспользоваться молодых российских. Но это все детали, потому что Вадим сказал, главное, все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот это самое главное. Спасибо большое. Вадим Шпинев сегодня был вместе с нами. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok